Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре среда 1 августа. В студии Рита Нерова. И вот что главное сегодня. В Карачаево-Черкесии завершился прием документов по выдвижению кандидатов на участие в выборах в органы местного самоуправления. В Черкесске продолжаются работы по замене ветхих водопроводных сетей. А в Архызе строительство объектов североориентированного склона туристической деревни Романтик. И более 130 выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики смогут пройти стажировку на предприятиях Карачаево-Черкесии и соседних регионов. А теперь об этих и других темах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поручил правительству Республики вести активную работу по включению регионов в нацпроекты. Национальные проекты, которые сейчас формируются на основе майского указа президента России Владимира Путина, это наш основной приоритет в работе на ближайшие годы. И наша главная задача максимально в них заявиться с учетом актуальных проблем, требующих решения и стратегических задач, которые ставит президент страны на ближайшую перспективу, сказал руководитель региона на совещании с председателем правительства Асланом Озовым и его заместителями. Рашид Тимрезов поручил членам правительства тесно выстраивать работу с федеральными органами власти, чтобы объединить потребности региона и возможности, которые будут предоставлены в рамках нацпроектов. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Асланозов провел совещание, посвященное ходу реализации инвестиционных проектов в рамках программы социально-экономического развития Северокавказского федерального округа на период до 2025 года, а также инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке акционерного общества Корпорации развития Северного Кавказа. Совещание проведено по итогам ознакомления с ходом реализации инвестиционных проектов по строительству агропромышленного парка на территории Карачаева-Черкесии, закладке фруктового сада интенсивного типа в регионе, расширению и модернизации туристско-рекреационного комплекса в Домбае. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев обсудил с регионами страны формирование новых механизмов переселения граждан из аварийного жилья. От Карачаева-Черкесии в видеоселекторном совещании приняли участие председатель правительства Асланозов и министр строительства и ЖКХ Евгений Горденко. Ведомство готово рассмотреть предложения от регионов по постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ России. По его словам, в основу постоянно действующих механизмов ляжет успешный опыт регионов по переселению из аварийного жилья с 2013 по 2017 годы и принцип финансирования с участием федерального бюджета. По мнению участников совещания, субъектам Российской Федерации должен быть предоставлен максимально широкий набор инструментов по снижению объема аварийного жилого фонда, выкуп аварийного жилья, реализация инвестиционных проектов, предоставление альтернативного жилья и другие. Предложено сделать акцент на социальную направленность программ, сохранить право собственности при переселении собственников квартир, не имеющих альтернативного жилья, проводить переселение в равнозначное по общей площади жилье и т.д. Премьер-министр Карачаево-Чекеси Асланозов провел заседание правительства, на котором рассмотрено 8 вопросов. Члены правительства приняли проект постановления об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики, начальным знанием в области обороны и их подготовке по основам военной службы в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и учебных пунктах в предстоящем учебном году. Кабинет министров принял и постановление, предполагающее внесение изменений в постановление об утверждении государственной программы формирования современной городской среды в Карачаево-Чекеси на 2018-2022 годы. В частности, оно дополняет правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета местным бюджетом в целях финансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения. В республике завершился прием документов по выдвижению кандидатов на участие в выборах в органы местного самоуправления Карачаево-Чекеси, которые пройдут 9 сентября текущего года. По всем 12 избирательным кампаниям всего выдвинулось 78 кандидатов, в том числе от партии «Единая Россия» 22 кандидата, КПРФ 9, ЛДПР 20, партии «Малого бизнеса» 2, социальной защиты столько же и в порядке самовыдвижения 23. Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Карачаево-Чекесии пройдет 12 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, по итогам которых будут замещены 22 депутатских мандата. Избирательные кампании пройдут в семи муниципальных районах республики – Абазинском, Адагихабльском, Зеленчукском, Ногайском, Прикубанском, Усть-Жигутинском и Хабесском. В Министерстве сельского хозяйства республики состалось совещание по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации. Ответственные лица доложили руководителю аграрного ведомства о технических сложностях, которые возникают у предприятий для реализации данного механизма. Напомним, сейчас на предприятиях республики ведется оперативная работа по внедрению ветеринарной электронной сертификации. Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопросы, касающиеся эпизоатической ситуации в Карачаево-Черкесии. Говоря о профилактике бруцеллеза, начальник управления ветеринарии Владимир Фоминов отметил снижение случаев заболевания на территории региона, что является результатом проводимой планомерной работы. В первом полугодии текущего года Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии перечислило в консолидированный бюджет России около 4 млрд 855 млн рублей, что более чем на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, из этой суммы в федеральный бюджет поступило более 1 млрд 688 млн рублей. В доходы консолидированного бюджета Карачаево-Черкесии за отчетный период направлено чуть больше 3 млрд. Из них в республиканский бюджет 2 млрд 269 млн, в территориальные бюджеты около 897,5 млн рублей. В Черкесске продолжаются работы по замене ветхих водопроводных сетей. Старые металлические трубы меняются на новые полиэтиленовые, неподвергаемые коррозии, обладающие большой пропускной способностью и долгим сроком службы. Работы ведутся по двум улицам – на переулке Урупский и улице Зеленая. Уже заменены ветхие асбестовые водопроводные трубы на новые полиэтиленовые диаметром 110 мм по улицам Привоксальная, Кавказская и Октябрьская. Обновлена сеть и на участке более чем в 100 м на улице Ленина. На всесезонном курорте Архызы продолжается строительство объектов североориентированного склона туристической деревни Романтик. В декабре текущего года, к началу горнолыжного сезона, должны открыться три гондольные секции канатной дороги «Северное сияние» пропускной способностью 2500 человек в час. Канатная дорога, оснащенная десятью местными кабинами, будет поднимать туристов до высот на отметке 2505 метров, почти на 300 метров выше работающего сейчас подъемника Млечный путь. Общая протяженность канатной дороги составит около 4 км. В настоящее время полностью завершен монтаж технологического оборудования на первой секции канатной дороги, посадочные станции которой свяжут левый и правый берега реки Архыз и два склона ущелья. На второй и третьей секциях выполняется регулировка технологического оборудования гаража «Гондол». Производится монтаж линейных опор на третьей секции канатной дороги «Северное сияние». К началу нового сезона также заработают порядка 11 км новых трасс зеленой, синей, красной и черной категории сложности, оснащенных системой искусственного снижения склонов. Протяженность самой длинной трассы составит порядка 4,5 км. Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в республике за первое полугодие текущего года ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка в настоящее время оценивается как благоприятная. Но в связи с тем, что летний период является периодом естественного сезонного роста острых кишечных инфекций, и определенную роль в этом играют пищевые отравления, региональное управление Роспотребнадзора информирует, что в республике началась сезонная продажа бахчевых культур в несанкционированных местах торговли и с нарушениями правил продажи плодавочной продукции. Реализация бахчевых должна осуществляться из крытых огороженных весов лицами с медицинскими книжками, прошедшими полный медосмотр и гигиеническую аттестацию. Эти развалы и прилегающая к ним территория в радиусе 5 метров должна содержаться в чистоте. Покупателю в любой наглядной и доступной форме должна предоставляться информация о товаре, наименовании товара, дата сбора продукции, наименование товаропроизводителя и документ, подтверждающий безопасность продукции, выданы соответствующими органами в тех регионах, где выращены реализуемые арбузы. Более 130 выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования Карачаево-Черкеси смогут пройти в этом году стажировку на предприятиях республики и соседних регионов в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в республике. В планах на этот год организовать стажировку для 131 молодого специалиста. Пока что их проходят более 50 человек. На сегодняшний день заключено 44 договора на обучение 306 работников и 15 работников предприятий на стажировку в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов. 12 августа текущего года в Черкесске пройдет самое романтичное мероприятие страны – фестиваль водных фонариков. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» горожане смогут загадать свои самые заветные желания. Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. Кульминацией мероприятия станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. В рамках фестиваля предусмотрена и насыщенная шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступления музыкантов, известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены. Спортсмены из республики. Сотрудник управления Росгвардии по Карачаево-Чрикесии Кемал Каитов стал обладателем золотой медали Кубка Европы по дзюдо. Эта победа дала спортсмену путевку на предстоящий чемпионат мира в составе сборной России. В крупных соревнованиях, которые прошли в Берлине, приняли участие около 500 спортсменов из разных уголков мира. Кемал выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Чрикесии ожидаются переменные облачности, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров. Температура воздуха от 28 до 33 градусов тепла в горах плюс 19-24, пожароопасность 1-3 класса. В Черкесске кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при грозе порывы до 13-18, а столбик термометра поднимется до 33 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Доброй среды вам желаю и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин